Третий вопрос. А сколько денег я получу? Всего лишь тысячу рублей. Всего лишь. Целый косарь. Косаречек! Вот это уже хороший настроек. То есть я не знаю авторов. Я если бы услышал бы. Это вы плохо знаете. Кого? Своей вопросом. Почему? Не уверенно выгляжу сейчас, да? Ну как-то да. У меня здесь алкогольное, а здесь капучино. Хочешь? Сейчас вы увидите шоу, которое называется «Вопросы за бабоса», в котором я буду подходить к людям, уговаривать их принять участие в этом мероприятии. Буду задавать им пять вопросов, не сложных. Кто ответит правильно на пять вопросов, тот получит тысячу рублей. Пятнадцать вопросов у меня всего, то есть три участника, три косаревича. Готов я сегодня расстаться с этими пиньонами. Пойдемте уговаривать людей принять в этом мероприятии участие. Здравствуйте! Не хотели бы поучаствовать в нашем шоу на ютубе, которое называется «Вопросы за бабоса»? Я, прошу прощения, немножко подвисаю. Да что случилось? Да ничего. Настроение замедленное. У меня такая же сейчас ситуация. Я только начал снимать, и поэтому пока еще очень вялое состояние. Ну погода, видимо. То жарко, то холодно, непонятно. Ну я, если отвечать на ваш вопрос, то я бы не хотела. Не хотели, да? Почему? Ну настроение, а не ютубное. Так сейчас оно поднимется. Попробуем. Как вас зовут? Наталья. Очень жаль, Наталья, что вы не хотите. Ну я желаю вам удачи и найти тех, кто хочет. Спасибо. Как делишки-то у вас сегодня? Отлично. Отлично. Вы сейчас по телефону, да, разговариваете? Да? Нет. Можно поотвлек его? Да. Меня зовут Евгений. Вас зовут? Наталья. Наталья. Прикосновения. Я сейчас снимаю шоу для ютуба. Называется «Вопросы за бабоса». Что значит? Я получу деньги? Да, да. Людяк, давайте я играю. Если будете победителем. Чтобы стать победителем, нужно ответить на пять не таких уж и сложных вопросов. Ну ладно. Погнали? Да, погнали. А вопросов всего сколько? Пять штук. А, пять из пяти надо? Да. Давай семь. Пять из семи. Пять из семи. Я запутался. Давайте с пятеркой попробуем, а там как карта ляжет. Ну, просто за красивые глазки. Если что, добавим не одинаково. Я добавлю подсказками сумасшедшими. Ну, я не знаю, что такое. Ну, можно попробовать. Окей. Окей. Кто в сказке Пушкина появляется в чешуе, как жар горя? Тридцать три богатыря, конечно же. И мы уже ответили на первый вопрос. Everybody together because. Рифма? Рифма? Была рифма сейчас. Ну, я за нее рада. Второй вопрос. Подделка, муляж, предметы для выставки в витринах магазинов, служащие для замены настоящих вещей, товаров. Как назвать всю эту теребоньку? Подделка, муляж же, ну, и что-то еще одно какое-то слово, да? Ну, да. Реплика? Реплика. А при чем тут реплика? Ну, типа повтор, что-то. А вот теперь тут подсказки. Ну, давай, да. Для того, чтобы была победа. Ну, потому что реплика тоже подходит, ну, если честно. Реплика. Подходит разве, да? Ну, да. Может быть. Подделка. Я не особо умный человек. Может быть, подходит. Мы заходим в магазин, там продают шоколадки. Так? Я хочу эти шоколадки украсть. Так? Я люблю шоколадки. Я не очень. Я их ворую. Оказывается, это муляж. Угу. Потому что на прилавке лежало что? Как по-другому муляж называем? Либо мы хотим купить драгоценности. Мы думаем, что это алмазы прям, да? Межутерия? Межутерия? А это не настоящее. Это... Как вот называть эту дрянь? Ну, я уже два правильных слова сказала. Я считаю, что ответ засчитан. Но мне интересно, какой правильный вопрос. В ответ не засчитан. Потому что есть ответ, который есть правильный. А синонимов пускай будет целый килограмм. Понимаете? Синонимы не играют, да? Да, не играют никакой роли. В театре реквизит, да? Он же не настоящий. То есть там пистолеты... Питахурия. Третий вопрос. А сколько денег я получу? Всего лишь тысяча рублей. Всего лишь. Целый косарь. Косаречек! Вот это уже хороший настрой, да? Кем стал моряк главный герой романа Мартин Иден? Я вообще не знаю. Подсказку. Подсказка обязательно. Нет, даже ни одно слово не знакомо. Во-первых, Мартин Иден, это Джек Лондон написал это произведение. Ну, он не стал. Ни о чем не говорит. Тогда будем тыкать, мыкать, пыкать. Этот моряк стал писателем, артистом, золотоискателем, вором. Ну, пускай золотоискателем будет. Предысторию могу рассказать. Тупорылый, неуклюжий, молодой парень, моряк, каким-то образом попадает в семью благополучную, где там они такие все фифоньки, мифоньки. Это примерно 1900 год, начало 20 века. И он начинает читать книги. Он начинает читать книги. И становится образованным для того, чтобы закадрить девчульку, которая ему понравилась. И он до такой степени дочитался, что стал умнее этой вот курицы, в которую влюбился и всего их светского общества. Давай вариант еще раз. Золотоискатель, вор, писатель, артист. Ну, вот золотоискатель мне больше всего понравилось отпадать по дате. Пускай будет вором тогда, потому что артистом и писателем. Я тебе такую предысторию рассказал, о том, что он читал, читал книжки, чтобы всем показать, что я не такой, что порылый. И что? А оказался всех умнее. Писатель? Артист? Артист? Я не знаю, нет. Если бы я была всех умнее, я была бы вором. В качестве подсказки мы удаляем два неверных. Это не артист и не вор. Остается писатель и золотоискатель. Писатель тогда, золотоискатель подать нам точно. Это действительно золотоискатель и джекло, ой, господи, оговорочка. У меня здесь алкогольная, а здесь капучино. Хочешь? Не штучочек. Нет, спасибо, не хочу. О чем мы говорили? О том, что я прекрасно лидирую просто в этом забеге. И остался у этого вопроса. Итак, супер. Сегодня среда, маленькая пятница, да? У меня всегда маленькая пятница, я все оживу. Опять я забыл, о чем мы с тобой. Написатель. Где мой косарь? Давай, да. Это писатель, все верно? Все верно. Я молодец, почти. Ну, как бы две подсказки такие, если честно. Сейчас у нас идет музыкальный вопрос четвертый. Давай. Для этого тебе нужно... Боже мой, слушаю дорожное радио, думаешь, я исправлюсь? Поехали, поехали. Едем? Едем. Пожалуйста, не умирай. Ты еще не умирай, я живу с тобой. Держи, давай ты ответишь на этот самый звоночек. Давай. Алло. Я возле теремка. Отлично, отлично. Давай. Давай заново, а то сбилась. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь? Слух рассказов длинных, хочешь, я убью соседей, что мешает спать. Ну, что, вопрос, кто это исполняет? Ответили правильно. Да нет, зачем нам знать, кто это исполняет? И так понятно. И так понятно. Земфира. Согласен. Конечно, все. Главное, что мы спели ее дуэтом. У нас получилось это хорошо. Мы знаем слова. Хорошо у нас получилось. Тем более. Да, да. Пятый вопрос. Совокупность мероприятий, направленных на создание имиджа компании или человека, которые в итоге сделают его наиболее привлекательным для общества. Это компания. Что за мероприятие, компания? Мероприятие. Подсказка. Ну, просто опять же у меня в голове есть некоторые синонимы, которые не являются правильным ответом. Ну, давай, кидай, кидай синонимы. Вдруг один из этих синонимов окажется мамонимом. Мы того глядим антонимом. На имидж. Маркетинговые какие-то, да? Имидж. Что нужно сделать с человеком, чтобы его узнавали все? Продать, продать, отрекламировать. Это маркетинг. Маркетинговые какие-то ходы. Ходы однозначно. И что это за ходы такие? Мы делаем вот такое-то мероприятие. Прямо вот это вот слово мероприятие, чтобы наш канал стал популярнее. Это что у нас? Четыре буквы в этом слове. Дожди. Это, это самое, хайп? Это лайк. Нет, это не хайп. Купнуть мероприятие на создание имиджа. The most of... Это слово, в котором четыре буквы. Четыре буквы. Пиар. Как? Пиар. Пиар? Пиар. И в этом великолепном шоу есть первый победитель. Everybody! И together мы бикосы сделаем вместе. В эту неоновую ночь. Война. Это ваша... Это настоящая тыщенка. У меня есть несколько тыщенка. Ты шаришь, да? Да. Пощупай, потрескай. Окей. Кладу прямо... Предлагаю тебе... Давай я подержу твой весь набор. Возьми в руки микрофон. Давай. И что-нибудь скажи, пожелай привет, я не знаю. О, боже мой, друзья, никогда не отказывайте тем, кто хочет занять всего минутку вашего времени. Да, да, да. Вот таких бородатых людей в очках, полно на улице. Ищите их, ответьте им на пять вопросов, заработайте свою честную тысячу рублей. Я вообще не сомневалась, что я выиграю, потому что я очень умная. Ну, что скрывать, да. Да, я великолепна. И это правда? Да, да. Она клевая. Ум, я клевая. Спасибо тебе большое, что ты такая клевая, согласилась. Да. Спасибо тебе. Пойду я дальше. Да, я куплю себе. У меня еще кофе еще алкогольное. У меня еще есть два куска, два куска. Да, я надеюсь, где-то здесь рядом бродит еще два частичка. Вопросы вообще клевые, такие разные и несложные. Но сложные. Какой сложный? Джек Лондон. Джек Лондон самый сложный был. Тыковка. Пойду, почитаю. Hi. Наверное, по-русски. Только по-русски? Да. А я хотел повыпендриться своим иностранным акцентом. Удели мне три минуты своего драгоценного времени. Хорошо. Я понимаю, ты опаздываешь. Ты деловой парень. У тебя есть бейджик, на котором написано, что ты кока-кола и все дела. Меня зовут Джека, тебя зовут Андрей. Андрюха. Так, как мы с тобой выглядим? Шикарно. У меня шоу на ютубе. Я задаю пять вопросов. Ты отвечаешь правильно, я плачу тебе тысячи рублей. Ладно, давай. Мне осталось окучить двоих. Ты будешь вторым. Одна красотка уже подняла тыщенку. Отлично. А ты куда путь держишь? Я в МФЦ иду. В МФЦ они стали хоть работать хорошо, да? Структура такая неплохая. Я ей не пользовался ни разу. Я сталкивался. Молодцы. Я в самой структуре сияю. А, ты работаешь? Ну, не совсем работаю, но для МФЦ, в общем, выполняю услуги. Указываю. Не будешь об этом рассказывать? Зачем? Незачем. Незачем. Что подарил Пятачок Ослику и А-Наднюху? Наверное, этот как его? Шарик, да? Полуправильный ответ. Значит, этот от шарика. Винни-Пух мед не донес. Я только съел. Не донес. А шарик, я не знаю, как эта штука называется. Шарик. Ну, он лопнул. Да. Да. Давай, ты скажешь, чтобы, типа, ответ утвердить. А то, как бы я ответил на вопрос, а не ты. Пустой горшок и этот разорванный шарик. Разорванный шарик. Пускай будет так. Второй вопрос. Как называлась война, которая длилась с 1700 по 1721 год? И которая там столетняя или как-то так она называлась. У меня есть выпуск. Я ездил в Петергоф и снял офигенное видео. Прям такое познавательное и очень... Северная война. Блин. Северная война? По-моему, да. Что-то такое. Мы же со шведами. На данный момент 3000 просмотров. У шикарного видоса, посмотрев который, вы бы ответили так же. Северная война. Смотрит только вот это шоу «Вопросы за бабосы». Что-нибудь снимаешь, для них другое, все, понимаешь. Уже нос воротит. Вот видос этот, посмотрите. А выламываются все, что все все знают, понимаешь. Господи. Третий вопрос. Персона нон грата. Это что значит? Ну, это нежелательная персона в государстве. Ну, то есть обычная дипломата вызывается. Ты все шаришь. У меня были варианты. Он все знает. Нежеланный гость. Музыкальный вопрос. Так, секунду. Фак. Не понимаю, как мотив начать петь, представляешь. Там у тебя музыка играет, что ли? Уже нет. До этого все время играла? Нет. Так. А, все. Поехали. Не скажу тебе. Я не знаю. Я не знаю автора. Если бы услышал, то бы. Но слышал уже. Конечно. Слышал. Играет на гитаре. Виртуозно. Уже не молод. Лейла дочка была у него. Это не песня, да? Песня о ней. Лейла. Лейла. Гарни на мне. Лейла. Я могу предположить, что Эрик Клэптон нет. В точечку. Это был какой вопрос? Напомни, пожалуйста. Музыкальный. Музыкальный. Отлично. Четвертый. Это был четвертый вопрос. И пятый вопрос. Как расшифровывается НКВД? Бо. Народный комиссарент внутренних дел. Еще раз скажи, пожалуйста. Народный комиссариат внутренних дел. Ну, слушай, я предположил. Офигеть. Откуда? Откуда столько вообще у тебя в голове вот этих вот знаний? Про НКВД отвечают. В жизни не знал, как аббревиатура это аббревиаращивается. Вот твой косаречек. Вообще красава. Давай что-нибудь скажи зрителям, родным, друзьям. Нас увидят миллиарды людей. Миллиарды? Да, конечно. Я весьма очень популярный блогер. Отлично. Да. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что скоро это случится. Сколько уже можно, блин? Понимаете? Все случится, обязательно. От этого не уйдешь. От судьбы не уйдешь. Ну, слушай, я так, не знаю. Ну, передай, может, привет. Не, привет. Ты это знаешь, как-то банально все, пожалуйста. Банально? Так что можно просто. Пошли к кого-нибудь. Это тоже можно сделать. Не надо, да? Не надо. Надо оставаться всегда людьми. А вот люди же смотрят, что-нибудь тебе, может, пожелаешь. Я говорю, просто нужно всегда оставаться людьми. Оставайтесь людьми, конечно. Все, спасибо тебе большое. Спасибо. Давай, покедово. Класс. Просто сегодня съемка меня радует. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чтобы картинка была разная. Динамика, вся фигня. Как зовут? Аня. Я задаю пять вопросов. Вы отвечаете правильно, получаете за это бабосы. Окей. Куда путь-то держим? В центр. В ЦАУ. Что сегодня за движение? Пить кофе. С подружками? Пока одна. Кто-нибудь подойдет? Подойдет. Ковбой? Да. Хорошо. Олег? Нет. Владимир? Почти. Вадик? Еще ближе. Владимир, Вадик. Соединить Владимир и Вадик, и получается... Владлен? Владик. Владик? Да. Хорошо. Первый вопрос. В произведении какого автора прозвучала фраза «Все смешалось в доме Аблонских»? Толстой. Второй вопрос. Ипохондрик – это человек, который постоянно на стрессе. Еще вариант. Боится заболеть. Страдает бессонницей. Конфликтной. Боится заболеть. Почему? Переживает постоянно. Из-за болезни? Он накручивает себя. Почему так уверенно? Ну, вот так. Хорошо. Третий вопрос – это песня. Это вы плохо знаете. Кого? Своей вопросом. Почему? Ну... Не уверенно выгляжу сейчас, да? Ну, как-то да. Вы же говорили, что три минуты у нас, по-моему, растягивается. Опаздываешь? Да, я на чиле на расслабоне. Я не спешу, времени море. Делаю то, что хочу, ты понял. Вопрос какой? Дослушан до конца. Терпение. Да, я на чиле на расслабоне. Я не спешу, времени море. Делаю то, что хочу, ты понял. Двести пропущенных на телефоне. Белый песок под моими ногами. Жаркое лето. Мы отдыхаем. На позитиве. Я благодарен. А, надо вопрос, да, еще назвать? Я просто хотел припев. Мне припев этой песни очень нравится. Если ты не знал и не понял, что мы просто ловим вайп, В расслабоне, но спокойном, только кайф. К сожалению, я знаю. Ты знаешь, да? Почему, к сожалению, хорошая песня? Ну, чего ты? Лип неплохой. Кто поет-то этот припев? Сам припев? Да. Сам припев я не помню кто. Но их там много же всех. Припев-то поет один тоже. Ну, я не помню кто. Ладно, тогда кто главный чильщик этот чили? Ну, джига. Да, я на чиле, на расслабоне. Я не спешу, времени море. Ларилу, сейчас будет какой вопрос? Четвертый, да? Да. Отлично. Итак, четвертый вопрос. Вам нужно угадать, кто этот человек? Я забыла. А, Том Харджи. Все верно. Пятый вопрос. Ты на него отвечаешь. Я плачу тебе тысячу рублей, и я ухожу. Поеду, мне надо уже ехать. И ты тоже кофе пойдешь пить. Так, фото, да? А, фото я уже показал, да? Что еще? Пятый. Фу, господи, такое иногда бывает. Тысяча за ловкость. Заловкость, ты щенка мне, да? Напомни мне, какой вопрос сейчас я тебе задаю? Пятый. Какой актер играет старого Вита Корлеона? Без понятия. Крестный отец? Да, но я не помню, как зовут его. Как его зовут? Во второй части играет Роберт Де Ниро, а в первой части, где Аль Пачино Майкл и его сын, этого очень крутого дядьку, такого уже толстенького. Ну, я не помню. В те моменты играет этот красивый, очень красивый актер, который родился примерно в 1920 году и был очень красивый чел, прям пипец. Нет, американской, американская. Он разжирел уже к старости и помер от сахарного диабета. И в крестном отце, он играл крестного отца Вита, он уже был толстенький, ты не смотрела киношку? Мне кажется, наверное, пропустила этот момент, к сожалению. А если я тебе фотку покажу, сможешь угадать? Есть сомнения. Это бешеная подсказка от меня, потому что сегодня все выиграли деньги, осталось тебе только выиграть. Поэтому я сейчас нахожу быстро в интернете фотку, показываю тебе. Если ты угадываешь, что угадываешь, не угадываешь, все, заканчиваем все это. Игра будет завершена. Игра будет завершена, да, не в твою пользу. Итак, пожалуйста, что это за мужчина? Не знаю. Как мог, как мог. Спасибо тебе большое. Это был Марлон Брандо. Стоило бы знать классику. Наверное. Хорошо. Потому что мужчина, не общающийся со своей семьей, никогда не сможет быть настоящим мужчиной. Иди сюда. Хорошего денечка. Классного лета. Ибн Ахан Ухан. Здравствуйте. Шмухан. Видос подошел к концу. Если кому-то не нравится, как был сделан монтаж этого видео, то нравится, не нравится. Дорогие друзья, спи, моя красавица. Именно так мне захотелось сделать. И именно так я все это дело и снял. На этом канале параллельно я буду пилить другой контент, который называется простым языком. Я буду рассказывать какие-то очень интересные истории, исторические факты. Буду приезжать на какие-то локации и все это очень интересно рассказывать. А уж это я умею, ребята. Я все-таки еще тот, тот как его, рассказчик. Поэтому и смотрите и другие вещи, которые делаются на этом канале. А всякие хулиганские, веселые, прикольные, влоги, невлоги, ну, различные моменты, которые тоже я снимаю, можно смотреть на канале Еширяев. Это мой второй влоговый канал. Так, наверное, можно его обозвать. Ой, кашкин кот. Не люблю я всегда вот напоминать об этом. Ну, а что делать? Кто-то ведь и не знает. Ставьте лайки. Типа надо. Ну, как? Типа надо и все. Напишите что-нибудь хорошее, какой-нибудь комментарий душевный напишите. Это всегда очень приятно читать. Ну, и все, наверное. Инстаграм тут у меня высветился. Вдруг кому интересно. Иногда есть настроение, пилю там сторизы, тоже там что-то... Что-то, когда поприкалываться охота, прикалываюсь. Иногда ничего в Инстаграме не делаю. Ну, все под настроение в этом Инстаграме тоже. Сами понимаете, не мы такие. А жизнь такая. Чмоки-чмоки. Канделиза. Надеюсь, все сказал, ничего не упусти. Макунга! 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 Макунга!